На Горной Карабах живет в условиях войны, несмотря на неоднократное обещание с обеих сторон ввести и поддерживать режим прекращения огня. В зоне конфликта то тут, то там натыкаешься на свидетельство недавних боевых действий. Разрушенные строения, воронки от взрыва, взгоревший транспорт, брошенная военная техника. Мы едем из Нафталана в Талыш, по району, который еще недавно контролировали армянские войска. Мы буквально едем по минному полю. Это зона стратегического значения для Баку, потому что здесь находится крупное водохранилище с дамбы, от которой зависит деятельность фермерских хозяйств в Тертерском районе Азербайджана. Землевладельцы обвиняют армянскую сторону в прекращении подачи воды после того, как в 92-м водохранилище было захвачено. Азербайджанские хлопководы надеются, что после перехода дамбы под контроль Баку полноценное водостабжение будет восстановлено, и вместе с этим наладится жизнь в этих сельскохозяйственных районах. Мы сейчас находимся на возвращённом водохранилище в селе Сугавушан. В связи с тем, что это водохранилище находилось под контролем армянской армии, эти насосы использовались, чтобы помешать естественному спуску воды в реку Тертер. Когда вода была особенно нужна для орошения в Тертерском районе, эти насосы включали, чтобы перекачивать её обратно и лишить Тертерский район необходимого водоснабжения. Поскольку этот район имеет большое значение, здесь особенно опасно. Артиллерия Азербайджана наносит удары по позициям, откуда, как говорят военные, их обстреливает армянская армия. Съёмочная группа «Евроньюз» наблюдала, как одна из ракет пролетела непосредственно над внедорожником, в котором везли журналистов. В результате рикошета автомобиль получил небольшие повреждения. Но на этот раз никто не пострадал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...